И начинаем с возмутительного происшествия в Высоковске. Вандализм трудно объяснить и оправдать, приходится только констатировать. На этот раз от хулиганов пострадал местный парк. Сломаны почти 10 объектов. Сумму ущерба пока оценить сложно. Больше всего досталось уличным фонарям. Где-то плафоны просто разбили, где-то, что называется, выдрали с мясом, а какие-то просто украли. Изуродована и скамейка для влюбленных. Сломаны элементы из поликарбоната, а с молодежной площадки похищена светодиодная подсветка. Зачем вообще это делается? Я так понимаю, что это, наверное, ну, кроме как вандализма, я это назвать не могу. Но зачем? Кому и что это нужно? Вот скажите мне, кто мне может объяснить, зачем это сделано? Цели нет. Это просто сломали. А раз просто сломали, то эти люди, кто это сделал, они, во-первых, себя не уважают, они не уважают своих близких, они не уважают людей, которые живут в этом городе, которые пользуются этим парком. С момента благоустройства Высоковского парка не прошло и года. По совместной губернаторской и муниципальной программе здесь положили новый асфальт, поставили скамеечки, наладили уличное освещение, установили детские площадки. В общей сложности на уют потратили 20 миллионов рублей. Некогда заброшенный парк превратился в любимое место отдыха высоковчан. Настолько наш город преобразился за последнее время, мне так приятно стало по парку гулять, ходить. И когда я вот это все вижу, мне очень обидно. За город, за молодежь, которую мы воспитываем. В возрасте, наверное, где-то, ну, скорее всего, от 13 до 16 лет. Им хочется показать, что они взрослые, наверное, таким образом. Поймать отморозков реально только по горячим следам, но время ушло. А потому возмещать ущерб будет городская администрация. До весны восстановят плафоны, светодиодную подсветку, отремонтируют скамейку влюбленных. А в парке введут усиленное полицейское патрулирование в вечернее время суток.